Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру И сегодня мы с вами рассмотрим 16 главу. И приступили фарисеи и Саудыкеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и по утру сегодня ненастья, потому что небо багрова лицемеры. Различать лица неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодеянный, знамения ищет, и знамений не дастся ему, кроме знания ионы пророка. И, оставив их, отошел. Видим, что книжники и фарисеи, как и прежде, они не унимаются в своем таком придирчивом состоянии Господа и Спасителя Иисуса Христу. Мы помним, что их не устраивало в предыдущей главе, что ученики Христовые едят неумытыми руками и не соблюдают предания старцев. Теперь они требуют знамения. Потом они спрашивали, какой властью ты это делаешь у Иоанна Крестителя, как в этом сказано в Евангелии от Иоанна. Здесь Христос отвечает им в ответ, что вы часто можете предсказывать, будет ли дождь, будет ли солнечный день. И действительно в такую обязанность фарисеев входило предсказание за особую плату, такой своеобразный гидромицентр, который был тогда, за особую плату. Они говорили людям, что вот завтра будет может дождь, может быть холодно, может быть пасмурная погода. То есть они предсказывали по небу тем людям, которые занимались агрономией в то время. И Христос их обличает и говорит, что это вы знаете и это вы разумеете, а время, то есть лицемеры, говорит он, различать небо вы умеете, а знамени времени не умеете. Что значит знамени времени не можете? То есть он им как бы говорит о том, что вы не видите, что уже и скипетр от Иуда отпал. Что уже и власть находится в руках Ирода, который незаконно ее занимает. Вы забыли о пророчестве, о котором сказано в книге Бытие, что когда отойдет скипетр от Иуды, тогда придет Христос. Вы, говорит, об этом забыли и не видите меня, что я мессия, но занялись другим, внешним, выгодным, что то, что тем, что вам приносит доход. Поэтому он говорит им и обличает их, говорит, что вы род лукавый и прелюбодейный, знамени ищет и знамени не дастся ему, кроме знания Иона пророка. Что значит Иона пророка? Мы помним с вами, что пророк Иона был послан Господом в Ниневию, в Ветхом Завете, для того, чтобы обличить эту страну в разврате и призвать их к покаянию. Призвать их к покаянию. Но Иона пошел в другую сторону. И тогда Иона был, как мы помним, была буря, было кораблекрушение, Иона был проглочен китом. Это знамение, и три дня, и три ночи он пробыл во чреве кита. И Христос говорит, вам не даст никакого знамения, кроме знамения пророка Ионы. То есть он им говорит, посмотрите, что это значит, что произошло с Ионой. Это говорит о мне, как о Мессии, что я в пятницу буду распят, в субботу сойду в Аад, буду проповедовать в Ааде, а в воскресенье воскресну. Вот знамения, которые вы должны знать, а не какие-то знамения, которые вы просите чудо ради чуда. Таких чудес Бог не творит. Вот что по этому поводу пишет тот же Блаженный Августин. Цитата. Подобно тому, как кит не способен был переварить в своем чреве Иону, или удерживать его живым внутри себя долгое время, так и всепожирающая смерть, хотя и без сомнения приняла Господа, но, будучи не способны удерживать его живым и неуловимым, на третий день исторгла его, как и кит исторг Иону. Ибо смерть привычная всегда поедать и переваривать мертвых, почувствовала тошноту и извергла Господа живым, таким вот он прибегает даже словам, и не могла она переварить его, ибо он был камнем, как говорит апостол. Конец цитаты. Действительно, когда было воскресение из мертвых, то многие воскресли со Христом, как сказаны гробы от Вира здесь, то, что мы прочитаем в дальнейшем в Евангелии от Матфея. И мы читаем далее. «Хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саудукейской». Тогда они поняли, что он говорил им беречь не закваски хлебной, но учения фарисейского и саудукейского. Блаженный Иероним Стридонский пишет по этому поводу, цитата, «Малая закваска заквашивает все тесто». Такого рода закваску надо всячески избегать. Именно ее предлагали Маркион и Валентин и все еретики. Действительно, Маркион отвергал Ветхий Завет. Он говорил, что не надо нам читать Ветхий Завет, у нас времени не хватит и жизни. Это ересь маркионитов. Валентин был еретик-гностик, который говорил о том, что Христос явился незримо. Поэтому здесь Блаженная Иероним предупреждает, что эта закваска саудукейская и фарисейская есть искажение веры. Продолжает. «Закваска сильна тем, что перемешанная с мукой, она произведет нечто большее и придаст свою сущность всему хлебу. Так и еретическое учение, заранив даже малую искру в чем-нибудь сердце, быстро превратится в огромный огонь и захватит собой всего человека. В конце концов, они поняли, что он не имел в виду необходимость просто избегать захваски хлебной, а учение фарисеев и саудукеев». Действительно, очень опасно. Когда человек принимает в себе этот яд искажения веры. У нас есть символ веры, где мы поем «Веру и во единого Бога Отца, все жилье Творца, небо, земли и всем невидимым». Это определенный критерий нашей веры, нашего исповедания, до которого нельзя отступать. Еретики же всячески, иногда под маской лицемерия, говоря о том, что мы тоже так же верим, как и мы. Иногда напрямую искажая тексты и Вселенских соборов, и даже тексты Священного Писания, как, например, во время реформации Мартин Лютер, когда заявил, что оправдание только по вере, и прибил 95 тезисов на Воротах Интембергского университета, то когда он начал переводить Новый Завет, то, дойдя до перевода посланий Иакова, где сказано «Вера без дел мертва», он взял и сказал о том, что послание Иакова, в общем-то, не каноническое, его надо убрать из Кодекса Священного Писания, из канона Священного Писания. То есть под его концепцию оправдания делами, оправдания только веры и веры, вот эта цитата, что «Вера без дел мертва», она ему не подходила, и поэтому он занялся редакцией Священного Писания. Ересь всегда искажает или что-то выбрасывает, или берет только часть, как мы видим с вами, вот именно то, что касается преданий и Писаний. Мы видим, что очень многие сегодняшние так называемые протестанты, неопротестанты отвергают предания и основываются на текстах Священного Писания, где говорится о предании человеческом, то, что мы говорили в предыдущей главе. Но есть и предание апостольское. Только в Церкви можно воспринять всю полноту Божественного Откровения в том свете, в котором оно преподано с Дней Пендесятницы, в свете Духа Святых. И мы читаем далее. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а одни за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал им в ответ, блажен ты, Симон, сын Иоанин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах. Я говорю тебе, ты Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царствия Небесные, что свяжешь на земле, будет связано на небесах, и то, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Видим, что Христос спрашивает учеников своих, за кого почитаете вы Меня? Ученики говорят о том, что говорят в народе, то есть он сначала спрашивает, за кого почитают Меня люди. Он говорит, в народе говорят, что одни говорят, может, Илья воскрес, другие, может, пророк Еремия или Иоанн Креститель. Тогда Христос задает им прямой вопрос, а за кого почитаете мы? Мы видим, что апостол Петр от лица всех апостолов исповедует и говорит, ты, Христос, Сын Бога Живого. И Господь им отвечает, на семь камней исповедания я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И говорит, дам тебе ключи, но не только Петру. Ну, конечно же, не на Петре, не на человеке основывает Христос церковь свою. Например, в 18 главе, в 18 стихе, он говорит Господь своим ученикам, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что вы разрешите на земле, то будет разрешено и на небе. Здесь он говорит, истинно говорю вам, то есть всем ученикам. Поэтому не надо думать, что это здесь говорится о неком таком главенстве Папы. Это не так. Если, например, даже посмотреть пророка Исаии, скажем, можно обратиться к Ветхому Завету и пророчествам, 28 главу, то пророк Исаия пишет следующее, что надо понимать под этим камнем. Вот 28 глава, 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог. Вот, я полагаю, в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». В кого призывает верить пророк Исаия? Не в камни же. Наоборот, людей отвращал от идолопоклонства. Но не в человека же, потому что сказано пророка Иеремии, «Проклят всяк надеющийся на человека». И псалмопевец Давид предупреждает, не надейтесь на князя и сына человеческого, в них же нет спасения. Изыть дух его, извратиться в землю свою в тот день, исчезнуть все помышления его. В кого призывает верить пророк Исаия и другие пророки? Во Христа. Сам апостол Петр, после сошествия на него Святого Духа, об этом сказано в книге Деяния апостолов, он, когда вышел на проповедь и обратилось, тысячи человек, тысячи человек, три тысячи человек, то он проповедует не себя и не говорит «я, наместник, я, вот меня Христос поставил, слушайте меня». Он говорит «того, кого вы отвергли, о котором сказано в пророках». Как апостол Павел позже скажет, «Камень, отверженный строителями, сделался главой угла». Христос есть основание и основатель церкви. Здесь Он говорит «создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Заметьте, не говорит «создам церкви мои, и врата ада не одолеют их», а «создам церковь мою, одну, одна церковь, один Господь, одна вера, одно крещение», как сказано в послании Ефесиным, 4 глава, 5 стих. Один Господь, одна вера и одно крещение. Где же церковь, которую создал Христос на земле? Есть, так можно сказать, три признака церкви, созданной здесь на земле. Что должно быть у церкви? Апостольская преемственность, первое условие, неповрежденность вселенских соборов, в частности, символа веры, и причастие Евхаристии. Если есть эти три признака, те, кто с нами находятся в святом, в единении, в святом причастии, тот и в церкви. Вот апостол Павел в посланиях к Коринфянам пишет, кто является основателем и основанием церкви. Это 3 глава, 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Он — глава церкви. Об этом сказано в послании к Колосиным. Церковь — это не только экклесия. Церковь — это еще собрание людей. Не просто собрание, а собранные. Кем собранные? Самим Христом. Вот в посланиях к Колосиным говорится, что он — глава, а церковь — его тело. Первая глава, 18 стих. «И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство». Далее, да, можно здесь рассчитать, что он говорит, что «свяжете на земле, то будет связано на небесах». Здесь он как бы утверждает Христос институт священства. Афанасий Великий пишет, цитата, «Как человек, крещаемый от человека, то есть священника, просвещается благодатью Духа Святаго, так и исповедующие в покаянии грехи свои приемлют оставление их через священника благодатью Иисуса Христа». Конец цитаты. Киприан Карфагенский. «Прошу вас, возлюбленные братья, да исповедуем каждый свой грех, доколе согрешивший находятся еще все жизни, когда исповедь его может быть принята, когда ультворение и отпущение, совершаемое священниками, угодно перед Господом». Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст, цитата, «Обитают еще на земле священники, а допущены распоряжаться небесным, получили такую власть, какой не дал Бог ни ангелам, ни архангелам, ибо ни ангелам сказано, кому отпустите, тому отпустите, на ком оставите, на том останется». Но вообще, надо сказать, конечно же, священник, он является как бы свидетелем, неким посредником. Некоторые говорят, между Богом и человеком не должно быть посредников, как сказано, только один посредник, Господь Иисус Христос. Совершенно верно. В таком качестве, как Бога человек, только один посредник, другого не может быть, не может быть другого мессии. Тот, который придет к другой мессии и скажет, что это я, это будет антихрист. То есть, в Бога человек такой один посредник между Богом и человеком, другого не может быть. Но священство же учреждено здесь, на земле, самим Христом. Мы это видим здесь, мы это видим в 20 главе, после своего воскресения, когда Христос явился своим ученикам, и там учредил институт священства. Не священник прощает, прощает Бог, но священник является свидетелем того, что человек кается и желает воссоединиться с церковью, отвергнувшись от грехов, которые он садил. И мы читаем далее. Но что человеческое? То есть, Христос начинает объяснять и рассказывать своим ученикам, что с ним должно произойти. Он начинает там открывать тайны Божии искупления рода человеческого. И вот апостол Петр, заметьте, не при всех, а он услышал, что Христос похвалил его за исповедание, хотя сказал о том, что это не ты, не тебе это, не сам ты это придумал, но отцом моим небесным было открыто тебе. Но он это принял как некую похвалу, еще по своему такому непросвещенному Духом Святым состоянию. Он отзывает Христа один на один и говорит, Господи, да не будет это с тобой, зачем тебе страдать? И тогда Христос отвечает ему очень строгими, обличительными словами, отойди от меня, сатана. Что означает это слово сатана? Сатанос. То есть, дословно как бы говорит, отойди от меня, противник. Потому что сатана дословно переводится как противник. Он говорит, отойди от меня, противник. Ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Так Христос говорит каждому из нас, если на первом месте мы ставим не служение Богу, а кить свои человеческие выгоды, находясь в Церкви Христовой. Будем стараться, чтобы не произвучало это в наш адрес. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Не ищи креста, но если Господь возложит на тебя какое-либо служение в Церкви или еще какое-то служение, неси его. Так и сказано тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, то есть своих желаний и своих исканий, и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Что значит потерять душу свою ради его? И что значит тот, кто собирается душу свою сберечь? Кто жизнь свою будет сберегать по своим правилам, цепляться за эту жизнь? Надо сказать, что православный человек за эту жизнь, этот дурной тон, цепляться за эту жизнь. Конечно, надо сказанного храма Духа Святаго, надо беречь свое здоровье, все это да. Но православный человек не полагает только все надежды на эту временную жизнь. Ищите прежде Царствие Божие, остальное приложится вам. Поэтому Христос и говорит, а кто потеряет ее ради меня, что это значит? Тот сбережет ее. Это означает, что тот, кто следует за Христом, будет наследником и Царствию его. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Действительно, какая польза? Никакой для вечности ничего мы не сможем с собой забрать. Помните ту несчастную женщину, которая так была привязана к своим мирским забавам и нарядам? Да, про нее часто где-то я уже слышал неоднократно. Когда умирала, она попросила, чтобы принесли ей это дорогое платье, к которому она так была прилеплена душой. Она схватила это платье и хотела его взять с собой. И рука ее даже закоченела. Так что, когда она уже умерла, то не могли руку ее разжать. Так обрезали клочок. Это все, что она смогла с собой нести. Не стоит привязываться к этому временному миру всей душой. Так и говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою. Действительно, там наше богатство, это земное, на которое мы надеемся здесь. Заметите, Христос и апостол Павел говорит, горе надеющимся на богатство. К богатому юноше. Помните, в Евангелии, когда он подходит к богатому юноше и говорит, что мне делать, Господи? Я все заповеди, ему Господь говорит, соблюди, почитай от своей мать, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй. Говорит, все исполнил. Тогда он говорит, следуй за мной. Христос ему говорит, следуй за мной. Но он опечалился, раздай все и следуй за мной, потому что он надеялся на богатство земное. Но это земное богатство не поможет человеку. Не поможет оно нам, когда мы предстанем пред Господом на предварительном суде, потом на страшном суде. Какой выкуп, говорит Христос, даст человек за душу свою. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждым поделом его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Что означают эти слова? Что есть некоторые здесь, которые не вкусят смерти, но увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Здесь Христос говорит о своем преображении. Он говорит Петру и Завидеевым, которых он возьмет с собой, они увидят Христа в свете божественном. Об этом будет сказано в следующей главе. И также некоторые увидят Его грядущего и на облаках в свое Царство при Вознесении. Поэтому будем, братья и сестры, стараться крепко держаться исповедания нашего Церкви, нашей православной. Будем по мере сил, насколько это возможно, служить Богу и людям, как сказано в 26 стихе. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее.